Песня «Антивоенный протест» Алла Видина выбрала не случайно. С детьми изучают традиции празднования Дня Великой Победы. Вот, например, в моей семье была такая традиция, о которой я уже рассказывала ребятам. Мама мне всегда давала деньги для того, чтобы купила я два букета цветов. Один букет я отдавала ветерану, один букет возлагала на памятник погибшим воинам. Вот так своим примером педагоги Одинцовской средней школы номер один прививают духовно-нравственные ценности своим ученикам. В этом году тема «Великая Победа. Наследники и наследие» легла в основу рождественских чтений. Встречайте трепетную весну, люди, убейте меня, прокляните меня. Классный час. Внеурочная жизнь школы. Здесь приветствуются обсуждения. Часто приглашают на урок гостей. В этот раз пришли родители и ученики старших классов. Среди них шестиклассница Дарья Кузгинова, финалистка Олимпиад по основам православной культуры. Я считаю, что в школе нужно изучать не только точные науки, но еще и развивать свои добрые качества, красоту души и быть отзывчивым, хорошим человеком. Изучение основ православной культуры входит в блок образовательной школьной программы «Основы религиозных культур и светской этики». Его выбирают не школьники, а родители. Начинают изучать с четвертого класса. По словам директора Оксаны Романовской, в первой Одинцовской школе этот модуль выбрали 100%. Что позволяет понять, сегодня родители заинтересованы в духовно-нравственном воспитании детей не меньше педагогов. Этот человек никогда не будет грубить, это не будет воровать. Он будет почитать и уважать пожилых, почитать и уважать старших. Он будет уважать и почитать свою семью. Это и есть основная цель учебного курса – воспитать личность гражданин России. На уроки в этом блоке отводят один час в неделю. Стоит понимать, что он не вероучительный, а носит культурологический характер.